всем привет я рада вас приветствовать на нашем канале французский язык по полочкам сегодня мы продолжаем с вами грызть границ французской науки продолжаем с вами двигаться по французской грамматике и сегодня мы будем с вами разговаривать о второй группе глаголов первую группу глаголов мы с вами разобрали мы там выучили правила ладошки для спряжения первой группы глаголов мы разобрали достаточное количество ну таких нужных но не самых ходовых глаголов и смело можем с вами приступать ко второй группе но прежде чем приступить к нашей теории я естественно хочу выразить благодарность вам за вашу поддержку не забывайте пожалуйста подписаться на наш канал нажимать на колокольчики под нашими видео для того чтобы получать наши новинки ну и естественно выполнять упражнения которые я предлагаю выполнить после какого-то после какой-то очередной грамматической темы сегодня мы будем с вами разговаривать о второй группе глаголов вторая группа глаголов самая маленькая вы прекрасно знаете что самая большая это первая группа дальше идет третья группа и вторая группа самая самая маленькая группа но ее окончание делают эту группу не такой уж и простой глагола второй группы являются правильными регулируем и то есть существует одно правило для спряжения всех глаголов второй группы глаголы второй группы имеют окончания и р обратите внимание я вам обвела полностью окончания и р говоря вам о том что и р мы произносим полностью если в первой группе окончания и р и р мы не произносили до парли парли манже и так далее то во второй группе р произносится ну например финира заканчивать все мы прекрасно знаем глагол заканчивать финира батира строить отсюда идет слово а батимон строение здания теперь обратите внимание как надо по-французски произносить глаголы второй группы понятное дело что р произносим полностью но это не все нюансы значит запомнить вот эту вот и надо как бы протягивать французы не говорят рублина они не говорят финир они говорят финира вот эту и как бы протягивать представьте себе что вы читаете сразу две или три буквы и и вместо того чтобы говорить финир мы говорим финира батира видите я и протягиваю батира ажира ажи это синоним глагола фэр действовать поступать делать вам плево видите тину вам плево заполнять наполнять кальмира утихать стихать вузе его краснеть теперь рассмотрим с вами самый-самый главный нюанс при изучении глагола второй группы это исключение из второй группы до ребята существуют глаголы которые заканчиваются на и р но они являются глаголами третьей группы они неправильные поэтому для начала я всегда рекомендую всем своим ученикам для начала мы должны вы изубрить четко вы изубрить от зубов чтоб отлетали исключение из второй группы то есть глаголы которые заканчиваются на и р но относятся к третьей группе и только потом приступать к изучению спряжению практики глаголов второй группы почему категорически нельзя путать глаголы 2 3 группы да потому что спрягаются они по-разному они абсолютно по-разному звучат если вы возьмете какое-то исключение к примеру глагол ты не его держать услышите и и при и приравняете его глаголу второй группы и начнете спрягать же ты не тюту не хотя на самом деле он спрягается же тянутю тян и так далее будет вообще неразбериха с этими глаголами вас никто не поэтому рассматриваем сейчас исключение и так значит глаголы которые заканчиваются на фри и к примеру глагол офф и их дарить предлагать да он заканчивается на их но это исключение следующее глаголы которые заканчиваются на в их а ну как правило это глагол увлево открывать увлево и его производные куврир и деку в его и так далее третья группа следующее тоже я выделила в исключении смотрите глаголы которые заканчиваются на улево улево на письме вы увидите что это не третья группа вы увидите вот это в конце который вам скажет о том что это не вторая группа но на слух вы не слышите эту на слух вы слышите только и и по ошибке можете их принять за глагол второй группы нет ребятки это третье ну например ходе его переводить кондюира управлять машины вести машину глаголы с окончанием тихо очень распространенные глаголы французского языка партии его сортира и пятый пункт ну такая сборная солянка все вместе просто надо выучить что это глаголы третьей группы дохме его спать дохме его сервера обслуживать служить сервера ветер одевать то не его держать то не их а третья группа его родной брат близнец венера венера приходить прибывать куры его куры его бегать бежать и муж и муж их умирать и так рассмотрим как же мы с вами спрягаем глаголы второй группы те же самые два шага что и при спряжении глаголов первой группы шаг 1 найти базу нам надо с вами убрать окончание и эра будем с вами рассматривать спряжение глагола второй группы на примере глагола финиха убираем и их база финна вот с этой базы финн мы и пляшем дальше шаг 2 к этой базы прибавить окончание и так окончание для же и с для тю и с для иль эль и тэ из которых с не читаем ты не читаем и у нас получается одинаковое произношение первых трех строчек же фини фини или фини эль фини я заканчивать и заканчивай что он заканчивать она заканчивает от дальше начинаются очень сложные окончания значит смотрите чем характеризуется 2 группа она характеризуется тем что во множественном числе а множественное число это но в иль-эль в В окончаниях у нас появляется задвоенная буква С, которая произносится, естественно, как один звук С. Если вы спрягаете глаголы второй группы и не слышите вот этого звука С в окончаниях, значит, вы делаете ошибку. Эта задвоенная С должна появляться во всех глаголах второй группы. Смотрим. Для НУ мы добавляем окончание ИСОН. Для ВУ мы добавляем окончание ИСЕ. Для ИЛЬ, ЭЛЬ мы добавляем окончание ИСОН, что мы не читаем, так же, как в стандарте. С не читаем, З не читаем, ЭНТ не читаем. И у нас получается НУ ФИНИСОН, ВУ ФИНИСЕ, ИЛЬ ФИНИСЕ, ЭЛЬ ФИНИСЕ. Видите, появляется С. Глагол ФИНИР, никакого звука С мы здесь не видим и не слышим. Но в воспряжении он должен появиться. Ещё раз. Глагол ФИНИРА. Очень сложно сразу начать выговаривать эти большие окончания. Поэтому дома вы должны просто много раз проговаривать спряжение этих глаголов. Отрицательная форма глаголов второй группы строится по классическому правилу. То есть мы берём отрицательные частицы и окружаем глагол, либо ставим перед, если у нас инфинитив. Не ПА ФИНИР, не заканчивать. Но je ne finis pas, tu ne finis plus, il ne finis rien, elle ne finis jamais, nous ne finisons null part, vous ne finissez rien, ils ne finis pas, elles ne finis plus. Я вам сейчас сразу на вскидку попыталась поставить разные отрицательные частицы для того, чтобы вы ориентировались сразу и воспринимали на слух. Так как практика наша всё, я выбрала самые-самые ходовые глаголы второй группы. Конечно, их немножечко больше. Не намного, немножечко больше. Сейчас я вам только надиктую произношение инфинитива, выделю базу, а ваша задача дома самостоятельно, используя мои заготовки, мои полуфабрикаты, сесть и спрягать, выговаривать устно эти глаголы. Первый глагол, ажира, поступать, действовать, действовать в какой-то ситуации. База ажи, получается жажи, не удивляйтесь, да, вот так странно. Я поступаю жажи, шуазира, выбирать, шуазира. База шуаза, шуаза. Батир, строить. База бат. Гросир, расти в ширину, расширяться. База гросса. Грандир, увеличиваться, расти в рост. Гросир, ширину, грандир, высоту. База гранд. Не забываем д. Реюнир, собирать, объединять. Не собирать что-то с земли, а собирать вместе в одно место, допустим, людей, коллег, родственников. Собрание, родительское или там на работе, называется. Уин реюньон, собрание. От глагола реюнир, собирать, объединять. База реюнь. Реажира, реагировать. Реажира, реагировать. База реаж. Видите? Реажира. Это глагол, образованный с помощью приставки ре на базе глагола ажира. Реюсира. Реюсира. Сделать что-то успешно. Успешно сдать экзамен, хорошо приготовить пирог, закончить удачно какой-то проект. Все, что сделать успешно, это глагол реюсира. Реюсир лез экзамен, хорошо сдать экзамены. Реюсир гето, хорошо приготовить пирог. База реюс. Рамплира. Наполнять, заполнять. Когда мы заполняем какие-то бланки, какие-то формуляры, это глагол рамплира. Но и когда мы наполняем, ну, допустим, стакан водой, или же мы наполняем тележку в супермаркете нашими покупками, это тоже глагол рамплира. База рампли. Рефлищира. Размышлять о чем-то, на какую-то тему о чем-то размышлять. В чем различие между глаголом рефлищир и пенсэ? Пенсэ, je pense, это значит, у меня уже есть какое-то мнение, и я его говорю, я уже пришла к какой-то идее, и я уже эту идею готовую имею в голове. Рефлищир, это наоборот, я идею обдумываю, у меня нет в голове готовой идеи. Значит, смотрите, какой нюанс. Очень часто, допустим, на рынке, когда нам говорят цену, нам цена не подходит, мы говорим, надо подумать. И я слышу, что многие люди говорят здесь, il faut penser. Il faut penser, это не то. Надо цену обдумать. То есть мы еще не приняли решение покупать, не покупать, нам надо эту цену обдумать, поэтому здесь мы говорим il faut réfléchire. Il faut réfléchire. База, рефлеще. Кальмира. Кальмир утихает, стихает. Допустим, после лекарства моя зубная боль стихла. Кальмира. База, кальм. Два глагола, которые у нас построены от названия цветов. Цвет. Руж, красный. Руж, глагол, ружира. Глагол, ружира, краснеть. Цвет, желтый, жен, желтый, жен. Глагол, жонира, желтеть. Естественно, база. Руж, жен. Последний глагол из этого списка, глагол, мегрира. Мегрира, худеть. Я это называю, миграция жира в организме. Мегрира, худеть. База, мегр. Есть такое прилагательное, худой, мегр. Итак, осталось дело за малым, за вами. Спрягайте, учите и используйте. Проговаривайте вслух, ни в коем случае не про себя. Дома проговаривайте вслух несколько раз каждый глагол. И тогда вы будете без проблем использовать вторую группу глаголов и не будете пугаться этих больших сложных окончаний. Как всегда, в конце этого видео я приложу упражнения для того, чтобы вы могли практиковаться. Если вам это видео было полезно, если вы для себя нашли что-то новое, пожалуйста, не забывайте ставить лайк, писать комментарии в качестве вашего спасибо. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok